Анна от шести до восемнадцати – это картина, я бы сказал, такая совершенно подпольная. Дело в том, что у меня возникла мысль снимать маленькую мою дочь тогда Анну раз в год. Задавать ей пять вопросов, что ты любишь, чего ты не любишь, чего ты боишься, чего ты хочешь. Ну, там пять вопросов. И я, в общем, не особых надежд не питал, просто мне казалось, что если вот так вот, как вот Бог даст, сколько даст Господь, столько и снимать, ну, вот так раз в год. Но это были другие времена, и видео не было тогда, и не было возможности на другом носителе это запечатлевать, только на пленке, а пленка была дорогой. И мало того, самое главное и самое стрёмное было в том, что обработка пленки – это было дело государственное. И поэтому обработать лишние 300 метров пленки, не имея картины, разрешения на это и так далее, было просто нереально. К тому же пленка, так сказать, была хорошая, кодек, и так же, как тогда не было ксероксов, не было интернета, естественно, всякая множительная аппаратура была запрещена для частного пользования и могла быть только под контролем государства в учреждениях. То есть там было довольно серьёзное, так сказать, табу на всё. Поэтому снимать частное кино для себя на 8 мм, ради Бога, 16, пожалуйста, сам обрабатывай, но на 30, но это уже серьёзно, это уже серьёзно. Но, тем не менее, каждый год мои товарищи, которые вот время снимали кино, экономили одну коробку, и я каждый год одну коробку снимал, тратил на то, чтобы задать вопросы Анне. Вот эти мои 5 вопросов. И уже через 2-3 года стала возникать какая-то довольно занятная картина изменения девочки. Вот девочка и страна. Как она сначала говорила, а там ещё, так сказать, грешно сказать, повезло, но так уж случилось, что подряд было 3 смерти трёх лидеров страны. Значит, умер Брежнев, умер Андропов, умер Чернинка. И была такая жуткая чёрная шутка «Пятилетку в три гроба». Народ наш, так сказать, человек весёлый, он ничего не пропускает мимо. И получилось так, что в 3 года подряд я снимал в дни похорон этих лидеров, и 3 года подряд Аня говорила практически одно и то же. И вдруг возник такая страшная, довольно странная картина того, как маленькая девочка, как она, в общем, как она втиснута в это прокрустово ложе идеологии, страха, необходимости казаться и быть такой правильной, искренней. И она с такой искренностью говорила, что от нас ушёл наш вождь. Однажды она сказала «предводитель». И всё время одни и те же слова, и слёзы на глазах, и всё такое, всё настоящее, просто поразительно. И вот постепенно, 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 постепенно получилось так, что от 6 до 18, 12 лет, это было 12 коробок плёнки, 12 коробок по 300 метров, мы сняли. И когда мы всё это сняли, и плюс к тому маленькие интервью уже по подросшей Нади, а туда ещё вклинилась и смерть моей мамы, их бабушки, и вдруг возникла мысль сделать как бы историю вот этого периода жизни страны между этими 12 интервью. Вот интервью, страна, интервью, события страны, интервью и так далее, и так далее. А в это время-то происходили невероятные совершенно вещи. И приход Горбачёва, и приход Ельцина, и всё это вместе взятое перемешано, и уже Анна вырастает, и уже она говорит совершенно о другом, и уже она думает о детях, и уже она говорит о том, что на вопрос, поедешь ли ты в Швейцарию и останешься там, она говорит, никогда. И вот из всего этого постепенно сложилась некая картина, которая, в общем-то, на мой взгляд, является в определённом смысле документом времени, потому что, хотим этого или не хотим, всё равно вот растущий человечек, существующая и движущаяся, пока неизвестно куда, страна, и события, которые потрясают мир. А события разные, самые разные. И там и Чернобыль, чудовищная ситуация с Чернобылем. Там и огромная политическая схватка внутри страны между лидерами. Там и Приднестровье, там и Грузинский, там всё, и там ещё и Чернокнилье, там ещё и Кашпировский. И вот это вот нашествие варваров, это нашествие проповедников из Америки, которые на стадионах, значит, рассказывали про Библию, потом давали бутерброд и Кока-Колу и загоняли там стадионами в реку, в Волгу, и объявляли их христианами. Вообще всё это вместе взятое, колебание умов нетвердых, и, с другой стороны, совершенно такое беспутство и представление о свободе, как о вседозволенности, то, о чём говорил Достоевский. И в результате вышла довольно, в общем, такая, может быть, и страшненькая, и в то же время, на мой взгляд, с надеждой, по крайней мере, в конце картины, с надеждой возникла вот такая история, запечатлённая между 12 интервью «Растущей девочки от 6 до 18». Поэтому я считаю эту картину долгоиграющей. Эта картина, дело не в том, что там она хорошая, плохая, а моя картина, как бы к ней не относились, как бы ко мне не относились, как бы не относились к Ане или к моим детям, или к тому, что делаю я, или она, или они, это не имеет никакого значения. Это запечатлённое время. И когда меня спрашивают, там, критики что-то говорят по этому поводу, я говорю, ребята, очень просто делается. Родите ребёнка, дайте ему дожить до 6 лет, а потом 12 лет подряд снимаете, так сказать, про него кино, а и вставьте, и у вас тоже, у вас может получиться лучше. А вот на это ответа уже нет, потому что это уже сделано. Это уже сделано, это ноу-хау. Всё остальное будет уже, так сказать, как бы тех же щит и пожежелеть. Повторяю, это дело не в качестве картины, а в качестве идей. И вот идея эта для меня, мне лично, очень дорога. И горжусь я тем, что она пришла в голову и благодарен моим друзьям, коллегам, которые, в общем, довольно бесстрашно помогали мне это делать, хотя, в общем-то, каждому из нас грозило достаточно серьёзное наказание вот за это нелегальное, так сказать, использование государственной плёнки, государственной аппаратуры, государственных химикатов, потому что всё это принадлежало государству, а не частным лицам. То есть в определённом смысле мы, так сказать, совершали преступление. Хочу верить, что оно пошло на пользу. Продолжение следует...